День марийской культуры прошел в Чебоксарах. В Доме дружбы народов собрались все, кто любит и знает марийские традиции. Вокалисты, танцоры, гусляры, мастера народных промыслов. Дом дружбы на время превратился в большую творческую площадку. Всех гостей здесь встречали хлебом, солью, танцами и песнями. Гости соседней республики бережно хранят свои традиции. Из поколения в поколение передается мастерство плетения из лозы и бересты. Мастер Марина Дегтярева с удовольствием делится своими секретами плетения. Начала плести вот такую маленькую шкатулку, причем это ленточное плетение. Оно пришло еще от наших прабабушек и бабушек. Каким образом плетется? Сначала плетется коврик плотненного переплетения. Что я для этого беру? Перестяную лычку, обрабатываю обязательно салом, свиным, для того, чтобы легко проходило между собой. Она была мягкая, эластичная и скользила. Затем я лычку вставляю на свой рабочий стол. Вот таким образом справа, слева. Тем самым плетем коврик плотненного переплетения. Гости покупают мою работу, они спрашивают, где же начало? Как раз начало с полотняного коврика, то есть плетение начинаю вот отсюда, а заканчиваю вот здесь. Кстати, марийцы мастера плести лапти. Причем у этой берестяной обуви есть одна особенность. Наши лапти у горных марийцев, так же как у луговых, плетутся только на одну ножку. Почему? Наверное, было это принято так, это было практично, это было выгодно. Почему? Пошла хозяйка на рынок, стоптала один лопаточек, достала сколщевой сумки второй, одела и пошла дальше. У русских плетений на правую ножку и на левую, заплет направо-налево, а у башкир и татар лапти остроносые. И когда вы пойдете куда-то и увидите, идет человек, допустим, в остроносных, это значит башкирия либо татария. Здесь же можно было увидеть и старинную одежду марийцев, и их уникальные украшения. Вот это украшение монисты называется в три ряда. Это старинные. Это чаловническая цепочка. У нас в районе была артель, которые делали вот такие чаловнические цепочки с крестиком. Нашмак одевается на голову. Нашмак. У вас масмак. А у нас нашмак. И шарпан через шейную. И сзади там свое атрибутика одевания. Это шарпан. Она двусторонняя. По ней можно было прочитать, из какой деревни девушка и судьбу человека, который вышивал. Если я чужой узор беру, значит я оформляю вот здесь с краю. Вот если я вот этот узор взяла, значит я кисточку делаю. Или бисеринку туда. Кстати, чувашская и марийская вышивка очень похожи. Много совпадений и в языке. Я марийский по национальности. Живучий в оксахах. Знаю чувашский язык, но не полностью. Есть слова такие с нашим сходятся с марийским чувашские языки. Слова такие есть. Например, шакар. Шакар по-чувашски. Это мана. Это совап. Также будет сосна. Сосна. Разговор там есть. Одно слово там есть. Схожие. Значит у вас это предложение. То уже можно понять полностью это смысл. Можно перевести и сразу же. Уже Богу полезет. Фестиваль продлился до самого вечера. Подобные встречи планируется проводить чаще.